Вам предстоит встреча с президентом республики Грузия. Звяд Константинович Гомсахурдия согласился ответить в прямом эфире на вопросы телезрителей и журналистов. В связи с тем, что студии на телевидении Грузии пока по-прежнему не ведут вещания, сегодняшний телевизионный мост свяжет здание Верховного Совета в Тбилиси и студия остатка в Москве. Разрешите представить вам участников моста. В Тбилиси Звяд Константинович Гомсахурдия, президент республики Грузия. Вот вы видите его на своих экранах. Там же рядом с ним находится его пресс-секретарь Георгий Буржанадзе. У нас здесь в студии я пригласил двух главных редакторов. Это Игоря Нестровича Галимбайбевского, главного редактора «Известий», и Виталия Тавевича Третьякова, главного редактора «Независимой газеты». Ну и веду здесь я, журналист Андрей Скрябин. Я хочу обратить ваше внимание, что у нас работают контактные телефоны. В Тбилиси это номера 98 96 72, 98 96 73, 98 96 74. Это телефоны Тбилиси. 98 96 72, 98 96 73 и 98 96 74. В Москве работает многоканальный телефон 217 45 63. По этим телефонам вы можете задавать вопросы и господину президенту, и высказать свою точку зрения. И перед тем, как в соответствии с нашей договоренностью предоставить слово господину президенту в начале нашей программы, я бы хотел познакомить телезрителей с краткой биографической справкой, любезно предоставленной мне его пресс-службой. Звиад Константинович Гомсахурдия родился в 1939 году в семье классика грузинской литературы Константина Гомсахурдия. Окончил Тбилисский государственный университет, является автором многих монографий и научных трудов, известен как поэт и билетрист. Общественно-политическую деятельность Звиад Константинович Гомсахурдия начал в 50-х годах, за что еще будучи 17-летним юношей подвергся аресту. Несмотря на это, в 60-е, 70-е и 80-е годах интенсивно продолжал политическую деятельность. Звиад Константинович Гомсахурдия основатель и бессменный председатель Хельсинского союза Грузии. В 1989 году был избран председателем общества святого Ильи Праведного. В 1977-1979 годах Звиад Константинович Гомсахурдия был репрессирован. В 1990 году, 28 октября, политический блок «Круглый стол свободной Грузии», возглавляемый Звиадом Константинович Гомсахурдия, одержал победу в многопартийных выборах и его лидер был избранным председателем Верховного Совета Грузии. 14 апреля 1991 года Верховный Совет Республики Грузии единогласно избрал Звиады Константинович Гомсахурдия президента. По итогам всенародных многопартийных выборов 26 мая 1991 года он стал первым президентом Республики Грузия. Звиад Гомсахурдия женат, у него три сына. Итак, мы начинаем работать, телефонные звонки уже раздаются, и я предоставляю слово, видимо, вам, Игорь Несторович. Пожалуйста. Добрый день, господин президент. Я позволю задать первый вопрос. Суть заключается в следующем. Последняя сессия Верховного Совета Республики приостановила закон о политических партиях. И прежде чем спросить о вас, в чем смысл этого акта, я должен сказать, что это вызывает некоторые, ну для меня лично, невеселые аналогии. Я вспоминаю, что в 2018 году Ленин также остановил временно деятельность политических партий, и вы знаете, мы могли вернуться к многопартийной системе только спустя 72 и 73 года. Не является ли это угрозой демократическому процессу, который должен развиваться в республике? Во-первых, должен отметить, что не совсем удачная аналогия у вас получилась. Сравнивая меня с Лениным, немножко должны подумать, потому что, по-моему, вы ближе к нему находитесь, не только географически, но и идеологически. Что касается приостановления закона, он связан с чрезвычайным положением, который ныне действует в Грузии. Наверное, вам и это известно. И при том закон приостановлен в той его части, где касается дело регистрации партий. Вы, наверное, знаете, что в Грузии около 200 партий и организаций, которые стремятся зарегистрироваться, получить здания, получить прессу, телевидение. И зачастую они, так сказать, не удовлетворяют требования, которые предъявляются в таких случаях партиям. Можно сказать, что часто они являются криминальными организациями. И вот некоторые из них оказались замешанными в последних беспорядках в центре нашей столицы и в кровавых преступлениях, можно сказать. Поэтому прокуратура потребовала время, чтобы выяснить их деятельность и до этой поры приостановить закон о регистрации партий. Так что инициатива приостановления этого закона исходит не от президента, не от Верховного Совета, а от прокуратуры, которая исследует, так сказать, уголовные дела. Вот в чем истина. Так что сравнение не совсем удачное, я повторяю у вас. Спасибо, господин президент. Простите, господин президент, я несколько нарушил, так сказать, ход нашей программы. Я обещал в начале нашей передачи предоставить вам слово. Я приношу свои извинения и предоставляю это слово вам. Пожалуйста, простите. Хорошо, я пользуюсь этой возможностью. И хочу сказать, что я согласился на участие в данной передаче. Хотя немножко удивлен, что почему-то этот цикл начинается именно с меня. И чем вызван этот большой интерес, особый интерес. Меня немножко это удивляет. Но с другой стороны, я вижу возможность в данном случае рассеять ту чудовищную дезинформацию, которая распространяется вот именно через центральное телевидение на весь мир о Грузии и о ее президенте, и о происшествиях нашей республики. Поэтому я хочу рассеять вот фактами, аргументами, как у вас любят пользоваться вот этими словами, чтобы рассеять вот эту дезинформацию и прояснить нашу позицию относительно всех явлений современности, которые волнуют общественность. Так что я готов, конечно, отвечать исчерпывающе на все вопросы. Но прошу об одном вас, так же, как и граждан, которые будут задавать вопросы, что у всего есть, так сказать, своя форма, этика. И чтобы вопросы умещались вот в рамке этой этики. И чтобы не задавать нетактичные вопросы, и такие вопросы, которые могут касаться внутренних дел, так сказать, государственных тайн нашей страны, на которые я не буду в силах отвечать вам. И заранее заявляю, что нетактичные вопросы, так же, будут отклонены мной, как это я часто иногда делаю. Потому что не все журналисты, к сожалению, соблюдают вот эти правила. А вот стельный разговор я всегда приветствую. И, пожалуйста, можете начать задавать мне. Благодарю вас, господин президент. Я хотел бы только сказать, что нас, журналистов, господин радио, так же, как и жители Грузии, как вас, огорчают ошибки и неточности, допущенные в информационных выпусках. И я думаю, что корреспондент господин радио, Нана Гангадзе, сделала много, чтобы исправить вот эти ошибки. Но что бы хотелось, тем не менее, обратить внимание. Дело в том, что информацию мы получаем, все-таки, в основном, от информационных агентств. И многие вещи, которые удивили жителей Грузии и вызвало возмущение, мы получаем вот этих агентств. Вот у меня, в частности, так сказать, тасовка лежит здесь. Ну и второе мысль, которую хотелось бы мне высказать, это что, когда пресса ограничена в своей деятельности, то идут ошибки и не только по Грузии, но и по другим суверенным государствам. Может быть, вы что-то по этому поводу хотели бы высказаться? Пожалуйста. Видите ли, я бы не назвал это ошибками. Это какая-то целенаправленная тактика. Вот постоянно, упорно передаются по центральному телевидению информации, якобы каждый день, по сей день, идет обстрел с Хинвали, артиллерии и ракетам. Это настолько чудовищная ложь, что вся Грузия, вот я уверяю вас, вся Грузия смеется каждый день, когда слышит вот эти дезинформации. Я вас прошу, приезжайте к нам, мы повезем вас, и чтобы не усомниться вот в нашей объективности, мы дадим вам возможность поговорить с командованием внутренних войск советских, внутренних войск, которые базируются в Цхинвале. Я удивляюсь, почему по сей день у вас не родилась мысль спросить вот именно этих людей, которых никак нельзя назвать грузинскими боевиками или грузинскими националистами, как иногда это говорят у вас. Почему вы не хотите узнать правду у них? Какие ракеты могут быть там? Какая артиллерия есть у Республики Грузии? И тем более, иногда даже говорится, что чуть ли не Владикавгаз то есть под обстрелом наших ракет. И вот это очень, очень, так сказать, порождает такие сомнения, что целенаправленно все извращается, фальсифицируется, и это все преследует какие-то очень далеко идущие цели. Вот вы говорили, что нано-гонгадзе. Как раз нано-гонгадзе, я думаю, не позволяют передавать точную информацию, потому что вот позавчера, когда диктор объявил, что там ведется обстрел Цхинвали, нано-гонгадзе начала разговаривать о географических и исторических проблемах. Вместо того, чтобы прямо сказать, что никакого обстрела не ведется. Были, конечно, случаи до 17 октября, между прочим, какие-то частные лица обладают крадобойными ракетами. Это не боевые ракеты, которые, конечно, могут причинить какой-то ущерб зданиям, но это были единичные случаи из каких-то частных лиц, которые не подчиняются властям и правительству. А вот по сей день муссируется версия о том, что ведется массированный обстрел, ракетный обстрел в Цхинвале. Вот это, можно сказать, что это прямо сказочные версии, которые вызывают вот это недоверие. Спасибо. Виталий Завич, у вас вопросы есть. Да, я надеюсь, что господин президент Грузии согласится со мной в том, что наша газета, может быть, одна из немногих в Москве, которая очень часто публиковала интервью господина Гомсахурде, равно как его противников оппозиционеров, но, тем не менее, он у нас выступал очень часто. И мне хотелось бы, может быть, завершить немножко эту тему в связи с массовой информацией сегодня. Насколько мне известно, были некие сомнения по поводу того, предоставить для центрального телевидения господину Гомсахурде возможность выступить в прямом эфире. И вот сегодня эта встреча, это выступление состоялось, будут вопросы, будут ответы. В то же самое время грузинские тележурналисты бастуют в Грузии. Им было обещано, что оппозиция сможет выступить по телевидению грузинскому. Поэтому это обещание не было выполнено. Они вновь приступили к забастовке. У меня вопрос к господину президенту. Есть ли все-таки возможность, что лидеры оппозиции грузинской получат возможность выступить по грузинскому телевидению в прямом эфире? Видите ли, тоже вот неправильной информацией якобы бастуют все журналисты. Часть бастует. Часть бастует, это та часть, которая примкнула к путчу и к попыткам государственного переворота, вооруженного, кстати, в Грузии, который имел место в сентябре и октябре. Эта часть не только бастует, но эта часть ограбила и разорила грузинское телевидение. И здание, если бы вот вы приехали и посмотрели, в каком положении здание телевидения, тогда вы поняли бы, какие это оппозиционеры и какие это демократы, как вы часто передаете. Якобы демократы стоят у телевидения, а вот диктатор сидит там в доме правительства, и вы бы воочию убедились, что это за демократы и что это за оппозиция. И что она совершила в здании телевидения, и что она совершила на улицах Пелеси. Так что я вас прошу, тщательно изучайте вот такие вопросы и потом уже говорите. А что касается предоставления экрана, им был предоставлен экран, но они хотели использовать экран в целях свержения законного избранного народом правительства Грузии. Поэтому вот обостряются отношения с ними. Еще я хочу вам также задать контр-вопрос. Вот, например, таким людям, как Янаев, Язов, Ключков, вы бы сегодня, вот сейчас, в данный момент предоставили вот этот экран, который, из которого вы выступаете, привели бы вы их из тюрьмы и посадили бы перед экраном, и разрешили бы им проповедовать свои идеи, так сказать, свержение правительства и так далее. Вот почему вы не проводите такие поведения? Точно такую же деятельность ввели вот эти оппозиционеры, как вот ваш Янаев, Язов и другие. Так что, немножко надо войти в так же и в наше положение. Ну, что касается проблемы Янаева или Ключкова, я, конечно, не руководитель центрального телевидения, но в той газете, в которой я возглавляю, я бы предоставил им, есть что сказать. Если бы был руководителем телевидения центрального, то тоже бы не отказался от возможности услышать, что они сегодня говорят. Ну, что-то я их не вижу часто на вашем экране. Почему? Ну, просто потому, что они сейчас под следствием, я думаю. Да, у нас тоже есть оппозиционеры под следствием между... Путь чистый. У нас тоже под следствием есть Путь чистый. И против многих возбуждены уголовные дела. И в любой демографической стране будут возбуждены такие дела против таких лиц. И это не диктатура, и это не фашизм, как вы иногда утверждаете. Я прошу прощения. Господин президент, я рад слышать ваши слова о том, что вы, как я понял, приглашаете журналистов, чтобы самим разобраться на месте, что происходит. Конечно. Должен сказать, что, в общем, в республике доступ к источникам информации очень ограничен. И, правда, это было полтора года назад. Наши журналисты пытались попасть в Южную Осетию, но не удалось. Я думаю, что теперь мы могли бы послать своих корреспондентов, чтобы действительно рассказать объективно, что там происходит. Поэтому я благодарю вас за это. Но, если позволите, еще один вопрос. Пожалуйста. Наблюдая за развитием политической ситуации в Грузии, здесь возникает много вопросов по поводу экономической программы. И мой вопрос из двух частей. Могли бы вы вкратце, я хотя понимаю, что это очень серьезный вопрос, рассказать об основах своей экономической программы. И второе, будет ли республика подписывать экономическое соглашение в рамках союзного договора? Я начну с последнего, поскольку это очень важный вопрос. Я направил послание президенту СССР господину Горбачеву, где заявляю, что только после признания независимости республики Грузия может рассматриваться вопрос о каком-либо договоре политического или экономического характера. Поскольку Госсовет нас называет суверенными республиками, то мы имеем право потребовать от него документальное подтверждение этого и юридическое, так сказать, оформление, признание нас, нашей республики, как суверенного государства. И после этого мы уже видим возможность всяких переговоров по вышеупомянутым вопросам. А что касается экономической программы вкратце, это, конечно, очень трудно изложить вот за столь короткое время, но я все-таки постараюсь. наша экономическая программа основывается на принципах реорганизации, полной реорганизации существующей экономической системы, преодоления вот всех, так сказать, отрицательных сторон социалистической экономики и развития свободной рыночной экономики. Конечно, это очень общие слова, общие фразы, но мы уже идем по этому пути. И, так сказать, большие усилия прилагаем созданию собственной валюты, без которого немыслима экономическая независимость, немыслимы экономические реформы. И когда нас упрекают, что они недостаточно быстро проходят в нашей республике, это, конечно, связано с тем, что у нас пока нет собственной валюты, нет экономических границ, и таможник так же у нас пока не существует, не существует, и вот все эти реформы у нас планируются по мере вот создания всего того, что я вам только что перечислил. Есть у нас приватизация, которая, конечно, не протекает такими темпами, как это было бы желательно, и вы, наверное, хорошо знаете, с чем это связано, и насколько это трудный процесс, не только у нас, но и в других республиках, что здесь очень своеобразные явления, есть мафии, есть такие кланы, которые хотят направить это в свою угоду, и очень трудно порой это осуществить без серьезного ущерба для государства, но все-таки мы стараемся проводить реформы, которые наконец привели бы нас к свободной ночной экономике, и конечно, это в первую очередь зависит также от позиций западных стран, которые пока неохотно идут на экономические контакты, и вот по этому направлению, так сказать, мы пытаемся осуществить нашу экономическую программу. Спасибо за ответ. Могу ли я в развитии этого вопроса еще уточнить одну деталь. Здесь была информация, что пример республики, говоря о будущем экономическом устройстве, назвал целью строительства государственного капитализма. Насколько это соответствует действительности? Тоже дезинформации, которая исходит от наших политических врагов, от которых вы, кстати, получаете чаще информацию и почему-то только доверяете вот только этой информации, только враждебной оппозиции, а никогда не пытаетесь черпать информацию, официальную, солидную, проверенную информацию, вот, которая исходит от нашего пресс-центра, например. Вот благодаря вот таким, так сказать, источникам, если вы мне позволите, я вам зачитаю несколько информаций, переданных центральным телевидением, которые вот сейчас все наши слушатели в Грузии подтвердят, что являются чистейшим вымыслом и дезинформацией, что якобы демократические силы захватили телецентр. Телецентр захватили уголовники, уголовные банды, которые их разгромили, это здание разгромили, ограбили, унесли всю аппаратуру и там устроили шабаш и несколько дней там был, так сказать, лагерь бандитов в телецентре и в прилегающей территории, так что никаких демократов там не было и демократы автоматами не решают вопросы, во-первых. Потом вот нападение на ТУЭС, электрическую станцию, центральную электрическую станцию, станцию Тбилиси, которую осуществовала вот эта банда, называют просто убийством, которое покрыто мраком и якобы ни одна сторона не взяла на себя эту акцию. На самом деле произошло нападение на государственное учреждение, были убиты люди и вот это осуществили вот эти демократы, так сказать. Потом вот говорится, что здесь демократы стояли у телецентра со свечами в руках, они стояли не со свечами, а с пулеметами, минометами, автоматами и постоянно, так сказать, там раздавались выстрелы, взрывы, ими было занято здание цирка, где стояла пушка, которая палила, кстати, здание министерства сельского хозяйства. Потом, вот, например, якобы наши силы напали на поселок Шавнабада и на лагерь гвардейцев в деньги загитованы, во-первых, это никакие не гвардейцы, это бывшие гвардейцы, сегодня бандиты, где погибло по меньшей мере пять человек, никто там не был убит, никто там не погиб. Вот такие информации передает ваше центральное телевидение, опираясь на дезинформаторов и провокаторов из вот этого бандитского лагеря. Здесь вот, например, говорится, что гвардейцы верные гамсоходы и ОМОН захватил базу национальных гвардейцев и есть убитые. Никаких убитых там не было, база была занята мирно. Что якобы в Грузии укрепляют советские социалистические структуры, что у нас общего с советскими структурами, наверное, все знают. И мы упразднили советскую власть полностью и компартию запретили, никаких социалистических структур здесь нет, они преобразовываются и, так сказать, создаются новые структуры. Вот с Хинвали, например, ракетно-артиллерийский обстрел ведется и, значит, беженцы превысили 100 тысяч. На самом деле в Южной Осетии, дорогие друзья, население по последней переписи всего население 98 тысяч. Грузины и осетины. Если 100 тысяч осетинских беженцев бежало из Хинвали, значит, там никто не остался. Значит, здесь простая арифметика. Каждый день ваше телевидение передает, что уже почти 150 тысяч беженцев из Хинвали и Южной Осетии, бывшей Южной Осетии. Вот такие странные вещи передаются. так что еще то, что в тюрьмах много политзаключенных, никаких политзаключенных нет, есть уголовники, совершившие преступления, из-за которых их арестовали бы так же и у вас, и в любом демократическом государстве. Благодарю вас, господин президент. Я вам привожу пример и вот вы можете так сказать... Господин президент, вот я получил несколько телефонных звонков, где телезрители хотели бы, чтобы на те вопросы, которые они задали, получить ответы. Я думаю, что, может быть, на вопросы телезрителей я предоставлю слово вашему пресс-секретарю. Пожалуйста, какие вопросы господин президент, Ирина Кавторадзе из Тпилиси спрашивает, скажите, пожалуйста, когда в 1783 году Грузия и Россия заключили Георгиевский трактат о дружбе, в состав какого государства входил Скинвальский регион и как он назывался? Южной Осетии или внутренней Картли? Скинвальский регион всегда назывался внутренней Картли. Тот 1922 года. В 1922 году был изобретен новый термин большевиками Южная Осетия. Южная Осетия это не географический термин. Это термин изобретенный большевиками, которые аннексировали и оккупировали Грузию. И чтобы отторгнуть от Грузии вот данную территорию, где было осетинское население, а в Грузии проживают также и другие национальности, вы знаете, они сознательно назвали это значит Южной Осетии. Это то же самое, если, например, мы сейчас Краснодарский край назовем Северной Грузией с целью захватить этот Краснодарский край и отторгнуть от России. И будем оправдываться тем, что в Краснодарском крае, как вы знаете, проживают грузины. Есть там грузинское население. Вот такая же логика, когда говорят о Южной Осетии. Никакой Южной Осетии нет, никогда не существовала она. Такого географического термина нет в природе. Георгий, пожалуйста, еще вопросы, какие у вас есть. Беларева Зоя Ивановна из Кардабани спрашивает, повисят ли цены в Грузии? Если да, прибавят ли пенсию и зарплату? Видите ли, мы пока боремся всячески, чтобы не повышать цен. Вы знаете, что я приложил все усилия, чтобы не повысить цены на хлеб, и это было требованием общественности. За что я был, в общем, меня критиковал бывший премьер-министр Сиего, и по сей день он это объявляет моей главной виной. Но не знаю, как можно винить президента за то, что он не повысил цен, можно скорее наоборот. Но я за будущее не ручаюсь, потому что вы знаете, что мы находимся пока в экономической изоляции благодаря центру и в экономической блокаде. И к чему приведет нас завтра эта блокада, мы не знаем. По крайней мере, мы примем все меры, чтобы экономическое положение не ухудшалось и чтобы народ не страдал. Но вот блокада, которую нам объявили, которую российский парламент порекомендовал президенту России, это превышает уже, не знаю, все меры, так сказать, этики и человечности. Потому что как нужно объявлять блокаду, во-первых, всему народу за какие-то события там, в Цхинвале, допустим, даже поступки боевиков, и тем более не грузинскому населению. Ведь в Грузии проживает 80 национальностей, объявляют блокаду не только грузинскому народу, хотя и он это не заслужил. Но чем провинились, например, 400 тысяч русских, 400 тысяч азербайджанцев, 500 тысяч армян? Чем они провинились? Что они подвергаются блокаде, и они должны страдать за то, что вот парламенту РСФСР не нравится поведение некоторых боевиков в Цхинвале. Вот где логика, я вас спрашиваю. Спасибо господин президент, спасибо Георгий. Я предоставляю слово вам, Виталий Тавеевич, пожалуйста. Мне очень жаль, что господин президент дает такие пространные ответы, потому что очень много вопросов, я боюсь, что мы не успеем все их задать. У меня вполне конкретный вопрос по экономическим проблемам, по экономическим реформам в Грузии. Предполагается приватизация земли, я знаю, что есть некая задержка с этим проектом. Да, есть. Чем она вызвана, во-первых, и во-вторых, предполагает ли приватизация то, что земля будет роздана всем гражданам Грузии, в том числе абхазцам, осетинам, русским, не только грузинам? Всем гражданам и должен заверить вас, что все, кто ныне проживает в Грузии и прописаны в Грузии, получат гражданство и получат земли. Однако, пока не удалось выработать кодекс, земельный кодекс, парламент не может дать ратификацию данному законопроекту, поскольку там идет спор о частностях. Очень много тонкостей, очень много частных вопросов. Вы знаете, что Грузия высокогорная страна, что есть такие регионы, где решается вопрос отношения, например, населения, даже к вопросу о приватизации. Представьте себе, что в некоторых частях предпочитают государственные хозяйства. И вот идут прения, идут обсуждения. Это связано с этим процессом, а не с тем, например, что мы не хотим отдавать землю в собственность. А у нас действует свободная аренда, в которой можно сказать, что это почти собственность на землю. Почти собственность, потому что крестьянин является полноправным хозяином земли, только без права продажи и так сказать, вот только это различает. На самом деле это можно сказать, что уже приватизация началась. И есть очень много частных хозяйств, частных ферм, очень много, несколько тысяч уже. И практически даже я могу сказать, что никакого закона здесь не требуется. Народ и крестьяне прямо можно сказать, что сами приватизуют уже землю и сами овладевают землей. Так что здесь закон очень мало решает. Закон просто может упорядочить вот этот процесс, который и без того, между прочим, происходит. Никто не мешает крестьянину, он может обрабатывать любую, лишь бы нашелся человек, который обрабатывает землю. Понимаете? Вот у нас вот эта проблема, как и, между прочим, в России. Спасибо большое. Пожалуйста, еще. Господин президент, уже много очень писем, и было бы, наверное, нам не простят или зрители, если мы не зародим. Здесь очень много схожих вопросов, на некоторые вы ответили на своих выступлениях. Но вот целая группа вопросов, связанная с Абхазией, но вот наиболее короткий и всеобъемлющий Мухин из города Тулы. Какие взаимоотношения с Абхазией будет строить Грузия в будущем? По-моему, отношения будут нормальные. Нет сейчас таких осложнений, которые вызывали бы опасения. Вы знаете, что абхазцы и грузины это родственные народы, они испокон веков живут вместе и обострение отношений на руку только врагам наших народов. Это осознают сейчас обе стороны, между прочим, не только грузинская сторона. И можно ожидать, что там не сложнится положение и наши отношения всегда основывались на равноправных, на принципах равноправия и абхазцы всегда пользовались большими правами в Грузии, можно сказать, что даже очень большими правами. Так что никто не ущемляет интересы абхазцев, ни культурных, ни этнических, так что нет проблем для абхазцев в Грузии. Я бы это сказал во все услышания. Спасибо за ответ. У меня еще вопрос к президенту Грузии. Он, кстати, соотносится с вопросом от телезрителя. Шаров Александр Сергеевич из Москвы. Ваше отношение к событиям в Чечене-Ингушетии и к Дудаеву. Насколько мне известно, вы приветствовали приход к власти в Чечене-Ингушетии и Дудаева, и наоборот, он приветствовал вас как президента Грузии. Каково отношение у вас сейчас к этому, к этой проблеме? У нас принцип уважать право на самоопределение всех народов. И мы здесь не можем допустить, например, исключения в отношении чеченского народа. Мы за это и можно сказать, что Хельсинский союз, которому, в общем, председателем которого я являюсь, вот именно ставить себе целью вот борьбу за суверенитет Грузии и самоопределение Грузии, не только Грузии, но и, так сказать, он поддерживает самоопределение всех народов, но, конечно, на их собственной территории. Иногда нас упрекают, что вот мы не предоставляем государство некоторым национальным меньшинствам в нашей стране, вот это немножко невубедительный довод, потому что народ должен находиться на собственной территории, чтобы бороться за самоопределение, за независимость. Ну, мы очень озабочены, очень огорчены, что там введено чрезвычайное положение. мы, я попросил, вот я послал только что телеграмму господину Ельсину, я попросил его вот в этой телеграмме снять чрезвычайное положение комендантский час, чтобы не обострилось положение на Кавказе. По-моему, это все надо решать мирными средствами, вот эти вопросы. господин президент, очень большое количество писем, связанное так или иначе с положением некоренного населения Грузии. Их много очень вот здесь осталось, если можно, я зачту вам наиболее типичные, чтобы вы представляли характер вопросов. Так, мои родители живут в Грузии, в глухом далеком селе. Это пишет Селиванов из Москвы. И хотели бы оттуда уехать и приобрести дом на территории России. Возможно ли нам компенсация за тот дом, который остается в Грузии. Это раз. Следующий, тоже из Москвы, Гауш Александр Михайлович. Я родился и вырос до 20 лет в грузинском городе Поти, 25 лет живу в Москве. Там осталась у меня мать. Как мне попасть к матери, или попадать, вернее? Имею ли я право взять двойное гражданство? И последний, который подводит, так сказать, ну, аккумулирует что ли, интересы всех, это Сып из города Электросталь. Есть ли гарантии безопасности жизни русскоязычного населения при нынешнем президенте? Видите ли, начну с последнего. Русскому и русскому населению и людям другой национальности сейчас, сегодня в Грузии, угрожает единственная опасность, если Россия примет экономические санкции против Грузии. и опасность, так сказать, условно я говорю, опасность всей Грузии угрожает экономическое, то есть ухудшение экономического положения, вот, можно сказать, чтобы бедственное положение, вот, единственное, вот это. А со стороны правительства Грузии они получают только поддержку, понимание и, можно сказать, что все представители всех национальностей Грузии равноправны и никаких проблем нет для негрузинского населения. Никаких. Это подтверждается тем, что 90% негрузинского населения проголосовало за меня на президентских выборах и отдало свой голос на референдуме 31 марта за независимость Грузии. Так что здесь никаких проблем нет для некоренного населения. Здесь даже не существует понятия «никоренное-коренное». Все равны и все обладают равными правами, всем живется одинаково. А вот что касается, например, компенсации, всегда, всегда, как только хотят уехать, отдается им компенсация. И вот при том, между прочим, вот те осетины, которых вы передаете часто, что они беженцы из Грузии, 80% из них не беженцы, а люди, которые хотят эмигрировать и которым выдается компенсация, кстати. большинство из них получили уже компенсацию и они уехали из Грузии. Так что их никто не вынуждал. Это эмигранты, а не беженцы. И прошу не смешивать вот эти два понятия. А эмигрировать и так сказать, если, например, сейчас обвинять правительство России, что оно, так сказать, что из России, например, сейчас на Запад эмигрирует столько людей, это будет смешно. По-моему, все понятно. Спасибо. А мы все конкретные случаи мы готовы изучить, пусть обратятся к нам, вот которые вы прочли. Спасибо большое. У нас осталось буквально 8 минут эфира. Я позволю зачитать несколько вопросов. Соколов Виктор из Билиси спрашивает, не считаете ли вы, господин президент, что некоторые ваши почитатели, кляясь вам в любви и во всю ругая оппозицию и ваших оппонентов, оказывают вам медвежную услугу, помогая приобретать все новых и новых врагов и увеличивать уже существующий раскол с оппонентами. И второй вопрос. Способны ли вы распознать грубую речь в ваш адрес и решительно пресекать ее в будущем? Грубую речь, простите. Второй вопрос, повторите, пожалуйста, грубую... Способны ли вы распознать грубую лесть в ваш адрес и решительно? А, знаете, я бы это повторил слова Пушкина без лести предан. Я не люблю лесть и можно сказать, что неискренная хвала хуже, чем может быть искренний рубин. Так что я не приветствую такие похвалы и я я не падок на такие так сказать похвалы и не еще это. Так что меня по-моему напрасно обвиняют, что я люблю когда меня хвалят и в адрес меня как-то положительно высказываются. Я стараюсь прислушиваться вот именно к объективному мнению обо мне и действовать социообразно на этом. У меня есть интересный вопрос. Если позволите господин президент значит есть несколько вопросов мне кажется очень важным. Они связаны с международным положением Грузии. Но вот концентрировано некий Синов из Брестской области задает почему запад так медлит с признанием грузинской независимости? Ведь он признал Латвию где русскоязычные составляют 50% но видимо русскоязычные не суть важна но вопрос вот по поводу признания. Видите ли это касается не только Грузии но это касается также Украины Молдовы Армении и всех республик которые объявили независимость запад пока не решил дело не в Грузии дело не в государственном устройстве или в личностях запад пока не решил как ему быть с республиками бывшего Советского Союза вот вся суть в этом он не решил свою политику он пока не выработал и по-моему идет интенсивное обсуждение всего этого как я знаю и наверное судьба Грузии решится вместе судьбами других республик вот я так считаю спасибо пожалуйста я хотел бы у нас кончается время я согласен отчасти что ситуация на Кавказе не очень хорошо владеют люди живущие здесь средства массовой информации не все пишут вот наша газета писала о создании конфедерации республик о создании конфедеративной республики горских народов Кавказа насколько вы поддерживаете эту идею вообще идею панкавказского вообще панкавказскую идею ну если будет она основана на справедливости на справедливости и вот на объективности да а вот то что вы упомянули это это несерьезное явление по-моему и возглавляют несерьезные люди так что можно сказать что чисто символическое явление и не найдет большую поддержку среди кавказских народов я думаю и между прочим припахивает также провокацией там есть провокационные некоторые заявления некоторых лидеров вот этого движения но я это конечно не поддерживаю не приветствую но вот кавказскую солидарность солидарность кавказских народов и конечно взаимное уважение это я всегда приветствую неизвестно что вчера на пресс-конференции в российском белом доме вице-президент России Рудской обвинил в разжигании событий вот в Чечене Ингушетии в осложении событий в Чечене Ингушетии четыре бывших республики Советского Союза Эстония Латвия Литву и Грузию как вы к этому относитесь ну по-моему очень неправильно это не объективно я очень сожалею что он сделал такое заявление потому что мы абсолютно ничем не способствовали так сказать то есть в каком смысле никаких вмешательств не было с нашей стороны мы не вмешиваемся вот такие процессы но мы не можем не можем так сказать клеймить так сказать такие явления поскольку мы сами боремся за независимость и мы мы не можем например противодействовать этому или что-нибудь а чтобы заниматься подстрекательством или что-нибудь подобное это никогда не имело места никогда не имело места мы хотим чтобы все это мирно решилось тем более мы не хотим чтобы проливалась кровь чтобы были были какие-то эксцессы вот мы всегда очень против всего такого спасибо господин президент вот вопрос которые два вопроса поступили из Билиси Георгий Абуладзе из Билиси спрашивает вы на себе испытали давление режима и как вы знаете не всегда можно было против него устоять не создаете ли вы сегодня такой режим который позволяет давить на инакомыслящих вот это тоже тоже курьезный вопрос потому что никто не давит на инакомыслящих пусть все высказывают и даже вот наши оппозиционные газеты если взять например я думаю если сравнить их с любыми газетами вот других стран демократических стран никакой разницы нет каждый может высказывать свое мнение никто на них не давит но если этот инакомыслящий возьмет автомат и бомбу и начнет бросать в дом правительства конечно от него спросят вот что называют под притеснением называют притеснением инакомыслящих и якобы мы арестовали инакомыслящих это абсолютная ложь человек если соорудит баррикады в центре города вот у вас в Москве и рядом с Кремлем например перекроет Красную площадь соорудит баррикады и его вооруженные войска будет угрожать Кремлю что вы сделаете вот интересно что сделает господин Горбачев и господин Ельцин что сделают в таком случае спасибо господин президент у нас осталось полторы минуты в эфире я с вашего решения предоставлю вам слово пожалуйста ну я я приветствую этот первый шаг я думаю это внесет очень небольшую ясность во многих вопросах и честно говоря я так сказать ожидал более можно сказать агрессивного настроения поскольку ну что чего греха таить ведется информационная война против Грузии холодная война против Грузии в прямом смысле этого слова Советский Союз прекратил холодную войну он начал холодную войну против тех республик которые добиваются независимости но ну я приятно удивлен тем что вот как раз это не носило такой характер и носило характер как раз дельного диалога я это приветствую и в будущем буду приветствовать спасибо я благодарю всех участников сегодняшнего нашего телемоста и в Белиси и здесь в Останкинской студии все вопросы к сожалению мы не могли на них ответить все вы не смогли ответить но все вопросы которые были заданы телезрителям господин президент мы вам передадим пожалуйста я благодарю еще раз и прощаюсь всего доброго до свидания всего хорошего спасибо